ПОМИДОРКА С РЕШЁТКА Меня зовут Бакш Тевин Дмитрий. Мы продолжаем проходить карьеру в игре FFA 14 за Эвертон. Этот матч я играть не буду. Сейчас мы симулируем его. Я единственное, что вместо Сесе Апостола Севелия Саваснова поставлю. И симуляция. Давайте только без страха, пожалуйста. Господа. Пошла симуляция. Да, хочется, конечно, выиграть хотя бы одну предсезонку. Красная. Апостолс Велия забивает. Ну, уже, может быть, теперь Велия заметит. Хотя бы этот же самый клуб. Где-нибудь он должен заиграть. Гибсон желтая. Видите, понеслась. Мы заменили хейтингу. Майкеде забивает второй мяч. А у нас, между прочим, 1-1 было уже. На 54-й хейлер заколотил нам. В меньшинстве забили нам 2-11. Офигеть, вот это показатель, а. Того, насколько все плохо. А, уика, бла-бла-бла. Ну-ка, ну-ка. Нет, не хотят. Не хотят, не хотят. Ну, пожалуйста, возьмите в аренду, ё-моё. Апостолса. Видите, говорю, в аренду Апостолса Велия, сыну же. Да, предложение по поводу подписки. Дембо Сесе. Вестхам Юнайтед хочет за 8 миллионов. Мы отказываемся. Пресс-конференция. Ну, господи, вы что, издеваетесь? Ну, кого мы еще можем продать? Или не продать, даже отдать так же в аренду. Вароса Баркли. Нет. Веда. В принципе, да. Дафи. Но он того не стоит. 5 тысяч стоит. Маккарти. Неплох. Гибсон. Оставляем. Найсмит. Оставляем. Алькарас. Алькарас. А, боже ты мой. Один миллион расторжения стоит. А с Хибертом? Вообще нельзя ничего сделать, да, с этими ребятами? А, и Пейнармы, да, потому что он заканчивает контракт. Ну, карьеру. После завершения контракта. Добавим-ка мы его в трансферный. Трансферный лист. Надо было, конечно, раньше это сделать. Так, 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 так. Апостолс Виллиэс хочет в следующем матче поиграть с Вестхаром. Два раза из предсезонной коке он играл. Его претензии, в принципе, можно понять. Ну, что? Матч с Вестхаром. Посмотрим. После столь неудачной предсезонной игры. Сможем ли мы что-нибудь в Эйлинге? Я не знаю, как играл Вестхаром. Так, Сантон в основе. Колман в основе. Гибсон в основе нет. Станево в основе Осман. Коне, Сесе, Апостолус Виллиэс. Так, ну, кого? Сесе или Коне? Вместо Сесе. Вместо Баркли тогда Банегу поставим. Давайте пробовать. Такой составчик. В принципе, там ничего удивительного нет. Все довольно стандартно. Ну, вот разве что опять Апостолус Виллиэс в основе. Попадает. И то хорошо. Матч английской премьер-лигии. Вестхэм Юнайтед против Эвертона. Форрест Парк Стадион нас приветствует. Опять же, я, наверное, пропущу заставку. Потому что, ну, не очень-то интересно сейчас смотреть. Кэрол, Эндрю. Ну, помню, не этими. Банега, Осман. Играет на Маккарте. Балыш Джуджик. Балыш Джуджик ошибка в приводе. Харвис получает мяч. И попытка забросить. Не вышла. Даунинг. Прокинул Балыш Джуджик. И Балыш выигрывает борьбу. Он, правда, сразу же теряет мяч. А почему? А потому что не было рядом на подстраховке с Антоном. Вот смотрите-ка. Балыш Джуджик довольно уверенно играл в предсезонной игре. Там пару незначительных ошибок было. Но сразу с нескольких ошибок начинает именно сезон. Что заставляет думать меня, что он довольно сильно переживает о том. О том, как он играет. Где он играет и так далее и тому подобное. Нолан. На вес на Эндрю Кэррола. Хейтинга. Опять, наверное, меня будут ругать за то, что я Эндрю. Эндрю Кэрола по имени называю полным. Ну, то есть Эндрю. А не так, как вы привыкли, как Энди. На вес подготовился основательно. На Баннегу. Но надо... Надо отходить уже от ворот своих. Вы что? Еще один на вес. Вот как ни странно, на West Ham United следил, видимо, за нами. Как мы играли, подготовился. И знает, что у нас проблемы с верховой. Конечно, вот нету возможности отследить подсезонки соперников. Подготовиться по матчу. То есть выставить состав, да. Если у них там фланги. На флангах проблема. Поставить... Кого-нибудь скоростного. Магиди! Типа Магиди. Джуджика. Или еще что-то. В основу атакующей схемы. Или наоборот. Если проблема с воздухом. Поставить кого-нибудь высокого. А Эдон Магиди. Жаль, что не забил. Конечно, в 17-минуте. Мог изменить что-то. Не вышло. Вот почему сказал, как ни странно. То, что за нами следили и знают наши слабости. Потому что, хоть и знают, у нас все получается довольно неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой. Не получилось у Джуджика вынести. Апостолас. На Эдоном Магиди. На Банегу. И надо вырываться вперед. Тевер Банега это делает. Тевер Банега входит в штрафную. Ну и придержали это пенальти. Ты что? Там просто схватил футболист за майку. За футболку Эвер Банега. Не смог он до мяча дотянуться. За счет этого. Там может быть даже не только пенальти. Если бы еще Эвер упал. Можно было и карточкой наградить футболиста Вестхэма. Очень некрасиво поступил. Проигрывал скорости Эвер Банега. И пришлось ему за маечку хватать за футболку. Что конечно немножко меня расстраивает. Джуджик. Неплохо. Фил Джагелка. Эдон Магиди. Включает Колмана. Так ли это правильно? Не знаю. Но вот Колман возвращает на Эдона мяч. Замах. Вошел в штрафную. Ну вот это уж точно пенальти. Тут вопросов никаких нету. 17 номер. Джоя Брайан. Нарушил правила. Ну вот. Хотя вот сейчас посмотрел на повтор. И есть у меня все-таки один вопрос. Правда ли пенальти? Вполне возможно что там можно было именно штрафной. А не пенальти. Пробивает у нас почему-то Апостолус Велиас. Мы конечно же поставим Балыша Джуджика. И скорее всего сейчас будет первый его гол. Окрестили. Балыш Джуджик. 1-0. Эвертон выходит вперед. Ну и первый гол Балыша за нас собственно. И стандарт забил. То за что мы его брали. Конечно это пенальти. Это не штрафной. Но все-таки. Апостолус Велиас в отборе. Ну и нарушение правил. Я не знаю опять вот это вот решение судьи. Идиотское. Свистеть. Мяч был бы у Апостолуса. И более того он там очень опасно выбегал. На ворота. Конечно там были еще защитники. Зачем было свистеть? Не знаю. Эдон Магиди. На вес. Почему-то там оказался Эвербанега. А не Апостолус. Банега. Сантон. Сантон. И на вес. Балыш Джуджик в итоге пробивал. Пробил ли? Нет. Пробил ли он? Я имел ввиду. А если бы не было защитников? Пробил бы или нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это такое? И что делает Хоэль? Ты посмотри. Что вы творите, ребята? Успокойтесь, пожалуйста. Что это? Это купленный матч? Объясню теперь вот если отстраниться от того, что произошло. Как будто бы в мире футбола. Объясню, что на самом деле произошло для тех, кто уверен, что я виноват во всех грехах земных. У меня слетел геймпад. Апостолос Велиас отнял. Опять вот он поборолся неплохо. В отборе. И вот на сей раз хотя бы пробить умудрился. Но Адриан на месте. Маккарти на подачу. Не мешает им подкатить мяч. Эйдену Магиди. Бонега. Осман. Леон Осман. Играет на Колмана. Вновь Маккарти. Апостолос. Сантон. Вновь Апостолос. Бала Джуджик. Апостолосу надо идти и открываться. Да свали ты, е-мое. Навес. И вот-вот опять на Бонегу. Почему там Бонега, непонятно. Бросить на Нолана. Отличный подкат. Не дали Кэролу пройти. К воротам Бонега. Стремляется вперед. Эвер Бонега. Противо. У Инстона Рид. Эвер Бонега выходит. Нет. Не выходит победителем. Но мяч в итоге все равно оказывается в руках футболиста Эвертона. В руках. Потому что аут. И Колман. Собственно вновь на Бонегу. Ой-ой-ой. Удара не было. По ногам. Лейт. Тут. Эйден Магиди. И вот опять. Если вешать. То там опять. Только Эвер Бонега. Почему там нету апостолиста. И первый театр. 1-0. В конце первого тайма. Эвертон ведет. О. А West Ham United в гостях. И это первый наш гол за 3 матча. За 4. Если считать за 4. То есть тот который симулирован. Он конечно не первый. Но. Из тех которые мы играли. Это первый наш гол. И. Более того. Это первый гол. Балыша Джуджика. Вот здесь вот конечно. Вот я не знаю. Можно ли считать это пенальти. В том плане. Был ли нарушение в пределах штрафной. Все таки. Был там шанс. Была вероятность того что. Это действительно было бы штрафной. Если бы судья. Показал не на точку. 11 метровую. То. Никто бы и. Глазом не повел. В его сторону. Но. По всей видимости. Это. Это такое. Извинение. За то что. Не назначил он пенальти до этого. Который. Я уверен. Должен был быть. Потому что. Ну. Тянул. Футболист. За футболку. И. Не дал пробить. За счет этого. Это между прочим. Действительно. Не только. Штрафной. Не только пенальти. Но и. Вполне возможно. Карточка. Хорошая передача. На постулосу Велесу. Ну что ты. Ё-моё. Понятно все-таки. Почему. У нас. Основной. Полузащитник. Точнее. Форвард. Коне. Сесе. Банега. Балыш. Джужик. Пришел в центр пойти. Балыш. Заброс неплохой. Найдена Магиди. На Османа. На Балыша Джужика. И. Ну. Надо было наверное не на Балыша играть. А на более открытого футболиста. Какой перевод на Кэррола. И это подкат. И нету ни штрафного. Ну вот. Кроме этого момента. Навес. Ну и. Опять. Спорное решение. Навес. Нолан делал. Не новым. Точнее. Уже другой футболист. Делал после так. Нарушение прошло. После так. Позволили играть. Более того. После навеса. Еще непонятно. Был бы гол или нет. Навес. Неплохой довольно шел. Судья решил в итоге свистнуть. Стюард Аунин. Пробивал. Выше ворот. Попад сам. 58%. У Эйдена Майгиди. Передача. Против 90%. У Нолана. С Антон. Джиджик. Не сохранил мяч. А у нас замены. Опа. Джо Коул. Выходит. На поле. Вместо Кевина Нолана. И это очень мне нравится. Опять. Посмотреть. На Джо Коу. Это прям супер. Даулинг. Ошибка Гедемеля. Мяч входит в аут. И Маккарти с мячом уже. С Антон. Передача на Эвербанегу. Эвербанега. Эвербанега. Что творит? Эвер. И пробил. Но браво галкипер. Браво Адриан. Защити там. Немножко тоже попожарил. С Антон. Балаш Джуджик. Ничего себе. Балаш. Интересная передача. Но почему-то Банега опять тоже на нее не пошел. Опять тоже. Именно. Именно так. А у нас аут. Аут в пользу. Лэст Хэм Юнайтед. И более того. Я бы хотел заменить Банегу. Нароса. И Миралеса. Хочу выпустить вместо Майн Гиди. Потому что Майн Гиди тоже что-то как-то. Не очень-очень. Очень даже не очень пока что. Устался. Велиас опять в отборе себя показывает. Но вот опять. Ошибка. Защитника. И вроде как. Наш мяч. И апостолос его как-то теряет. У нас положение вне игры. Тоже непонятно зачем. Судя его зафиксировал. Мяч в итоге-то был у нас. Грубейшая ошибка в передаче. Что он делает Весхэм. И вот такой вот неплохой заброс на Кэррола. Забрасывал Мэтт Джервис. Неплохо. Осман. На Колмана. Миралес в итоге с мячом. Ну и разбарка уже помешал. Нету сыгранности. Опять не понимают футболисты. Что куда бежать. Кому что делать. Где кого открывать. На кого играть. Это конечно чудовищно плохо для нас. Но тем не менее. Мы пока выигрываем. Ой. Ошибка. Кол. И это 1-1. Кол сделал прекрасную передачу на Мэтт Джервис. Который не стал разбрасываться шансом. Как пустяками. И пробил в дальний угол от Хоэля. Сравнив таки счет. В этой встрече. 1-1. Да. Чудовищные ошибки какие-то. Мы допускаем. Балаш Джуджик. Устремляется. Балаш. По дуге такой всех пробежал. Но вот в том то дело. Что именно пробежал. Никого не обводил. То есть. Никакого плюса в этом не было. Это что за подарок. Я не нажимал опять же этот пас. Если хотите знать. До этого. Да. Была нажата кнопка пас. До того еще как к мячу подошел. Джервис. Это нарушение. И более того. Это желтая карточка. Если повезет. Да. Потому что FIFA могла рассчитать этот подкат. Как подкат сзади. Коммун получает. Желтую. Но. Процессон Кэн. Тоже желтую. Брал. Даунинг. Сантон. В итоге. 2-1. Нет. Это положение вне игры. Ты посмотри. Как повезло. Гедемель пробивал. Да. И он же был в положении вне игры. А Джеймс Томкинс по-моему. Вешал. Я имею ввиду кто-нибудь. Интересный пятый номер. Да ну что ж такое-то. Ну вот отобрал мяч. И тянет прям сразу на соперника. Моррисон. Ну вот теперь точно. 2-1 на 85. Как же так. Равел Моррисон. Забивает. Отличный удар. Но не было бы этого гола. Если бы не вот эти вот глупые потери. Сейчас Джуджик опять потерял мяч. Почему с Антон убежал. Зачем это подключение было непонятно. Баркли. Маккарти. Джуджик. Беги. 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 Не прошла передача. 88-я минута встречи. Мы проигрываем уже. Только что говорили о том, что как ни крути мы в плюсе, мы выигрываем. И сразу не прошло и 5 минут. Так как уже счет в обратную сторону. Более того, может быть уже 3-1. Джуджик с мячом опять. И убежал в аут. Это вот называется с ускорением стик ровно вправо. Джуджик убежал назад. А по слову с Велесу ходит. Куане вышел на поле. Может быть уже теперь что-нибудь получится. Более того, у нас как-то вот этот гол был такой неинтересный совершенно. Был забит. Пенальти. И все. И больше ничего не смогли предоставить. 4 минуты добавил судья. И если то была предсезонка ранее. То есть сейчас это потеря очков. Росбаркли. Нас Антона. Куда можно так играть? Я не знаю. Когда Росбаркли. Человек, который довольно неплохо отыграл в прошлом сезоне. Мне кажется им нужно просто такую горстку лещей всовывать футболистам. Потому что они по всей видимости загуляли. Смотри. Это 3-1. Да. Они реально загуляли. Они переотдохнули. И вот вам результат. 3-1. Поражение в гостях. У нас потеря очков. Первый матч. Разбирать и разбирать конечно. Это все дело. Но что точно я знаю. Джокол смотрите. Лучший игрок встречи. Вышел. И двум голам помог случиться. На голевые передачи 2 сделал. Вот такой великий на мой взгляд футболист. Но и мы встаем в ряд с Бромвичем. С Адерлендом. С Кристалл Пэлэс. Которые им проиграли. Первые встречи. И не заработали очков. Итак. Попиздембо Сесе. Да ну что-то тебе. Пожалуйста. Купите у меня апостолоса Велес. В аренду точнее. Возьмите. Молодой парень. Хочет играть. Забирайте. Отдам. Дайте мне Стефану Савичу писать. Еще и матч с Тоттенхем. Ё-моё. Доспокойся. Я же остановил тебя. О. Антолин Алькарас. Кристалл Пэлэс. Хочет его взять. Я соглашаюсь. И мы наконец можем отправить Стефану. Так. Не знаю что сделал. Стефану предложение. Не-не-не. Мы уже связывались. Подожди-подожди. Как это? Переговоры. Да по-моему можно. Трансферах. Финанс. Бл-бл-бл. Не-не-не-не. Search. Scout. My Shark List. Да на какого хрена? Сейчас могут и не дать. Смотрите. Хотя, конечно, должны их. Ну давайте, ребят. Охрена. Опять мне нужно с ними связываться. Только я не понимаю. Матч с Тоттенхэмом. Вот что нас ожидает. Следующая серия. Увидимся тогда. Ну, я надеюсь. Надеюсь очень сильно. Сможем выиграть. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok